Приветствую вас, автор, тема. Я не буду читать все страницы вашего, вашего, ну, вашей ветки, там все это, достаточно долго, много, вот, я прочитал только первое сообщение, вот, мне кажется, что мысль в нем определенная есть, я, соответственно, отвеченными. Меня тут возмутило, прежде всего, сильно мнение, что мы люди, где нас с этим сидят, им скучно. Нет, они ничего не забираются, просто ходят, бродят от психолога к психологу, как дворовые собаки. Ну, во-первых, то, что вас возмутило, это уже, там, по себе, психологический симптом, потому что, задело вас, задело, неприятно, бродик нужен в том, почему неприятно. Ну, казалось бы, ну, услышанное мнение, ну, и что, все осталось. А, то есть, кто-то, действительно, ходит от психолога к психологу, такие люди, если есть, как правило, это стероиды и психотики. Кто-то не ходит, кто-то, действительно, пытается решить свою проблему, ищет своего специалиста, но не получается решить свою проблему, поэтому человек ходит от психолога к психологу. И, в общем-то, совершенно непонятно, почему бы на случай этот вас принято. Совершенно непонятно, почему вас этого смутило. Ничего им не надо, им и так хорошо образ жертвов и недугов поддерживают. Некоторые, действительно, так. Психологи же сами, получается, всю жизнь ходят на терапию. Нет, не всю жизнь, и что вы понимаете под всей жизнью? То есть, если человек периодически обращается к психологу, это считается всю жизнь? Ну, вряд ли. Тогда можно сказать, что человек всю жизнь лечится и периодически обращается к врачу просто на осмотр, например. Тут несколько размыто понятие у вас. Даже те, кто с вывеской лечил эффективность за 5 минут тремя партнерами облуп. Ну, во-первых, это не психологи, такие люди. Во-вторых, как бы, как связан, как связан уровень квалификации специалиста и то, что он может ходить на супервизию, например. Когда психологи ходят на терапию, это правильно и нужно? Да, потому что психологи ходят на терапию, так как им это нужно профессионально. И вряд ли психолог будет поддерживать себе образ шерфы по той простой причине, что психолог в этой сфере работает, и, во-первых, ему гораздо сложнее перед коллегой этот образ поддерживать. Во-вторых, это не выгодно. Потому что если психолог ходит на терапию просто так, значит у него есть какая-то серьезная проблема. Эта проблема не решается, она влияет на клиента, клиенты, клиенты к такому психологу не пойдут, всё. Никакого заработка, никакой работы, никакой практики нет. Поэтому, если психолог ходит на терапию, то это из-за нужды. Когда клиент, это фига, коробяка, оторви и выкинь. Нет, почему? Это не так. Просто, понимаете, клиент может прийти к психологу, да, с определенной целью. Получить от психолога, например, подтверждение своей негативной жизненной установки. Или клиент может прийти к психологу, чтобы получить для себя что-то, к примеру. Такое тоже вполне себе может быть. Это нормально. Но клиент не проходит обучение психологии. Клиент не находится в среде психологического образования. Клиент не понимает, что такое психотерапия. Он и не должен понимать, безусловно. Но все-таки клиент смотрит на психотерапию совсем не так, как ее видит психолог. Хотя, безусловно, видение и психолога, и клиента в чем-то совпадает. Но все же взгляды разные. Я не говорю, что взгляд психолога правильный, а взгляд клиента не правильный. Я не говорю и обратно. Я просто утверждаю, что это разные восприятия одного и того. Точнее взгляды с разных сторон на одно и то же. Дальше. Вот как вы сами видите, варясь во всем этом изнутри. Я ни в чем не варю. Я занимаюсь своей работой. Вот. Я провожу практику. Вот. И в принципе делаю это достаточно успешно. Вот. Как бы... Спасительная терапия это миф. Периодическая терапия, периодическая терапия нужна точно так же, как некоторым людям требуются оздоровительные курсы и процедуры. Либо, либо принимаете это, либо нет. Так или иначе, это ваше право. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. 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 »